Мы часто можем слышать истории о животных, которых спасли люди, но питомцы способны отплатить человеку той же монеты и спасти его жизнь тем способом, которым у них выйдет. Когда дом наполнился угарным газом, Винни запрыгнул на свою спящую хозяйку, начал царапать ее и громко мяукать. Когда та еле-еле проснулась, то она с трудом могла подняться с кровати и набрать 911. «Если бы не было Винни, который кричал и царапался, нас бы не было здесь сегодня», — сказала хозяйка. Семья считает, что утечка газа произошла из-за поломки газораспределительной системы в подвале дома. Медики сказали, что еще пять минут, и у этой истории был бы грустный конец. Не успел Доберман Хан пробыть в новом доме четырех дней, как он уже спас 17-месячную дочку своего хозяина. Шарлотта играла на заднем дворе дома, как вдруг Хан начал рычать. Как позже выяснилось, Хан увидел в траве королевскую коричневую змею. Он попытался оттолкнуть девочку в сторону, чтобы убрать ее подальше от того места, но у него ничего не получилось. Тогда он аккуратно взял ее за пеленку и отбросил на метр позади себя. Резкое движение Хана испугало змею, и она укусила пса за лапу. Но после оказанной ему медицинской помощи, Доберман-герой полностью восстановился. 26-летний дайвер принимал участие в соревнованиях по свободному дайвингу, в котором нельзя использовать какое-либо дыхательное оборудование. Соревнование проводилось в бассейне глубиной 6 метров среди китов в воде, температура которой была охлаждена до температуры воды в Арктике. Когда дайвер хотел вернуться на поверхность, то понял, что его ноги свело от холода, и он не может ими двигать. В этот момент его взяла зубами за ноги белуха и подняла на поверхность. К счастью, белухи, которые живут в Арктике и субарктических водах, питаются мелкой рыбой и кальмарами, и они обладают мелкими зубами, поэтому дайвер не пострадал. Питбуль Кила. Придя домой после пробежки, Джастин Беккер и его подруга услышали стук в дверь. Когда они открыли, на пороге стоял человек, одетый в форму службы доставки, который сказал им, что его сканер сломан, и спросил, не может ли он войти в дом, чтобы воспользоваться их ручкой и вручить им посылку. Как только парень переступил порог, доставка сразу же превратилась в ограбление. Недолго думая, Питбуль Кила тут же накинулся на грабителя, вооруженного пистолетом. Грабитель успел выстрелить в голову 12-летнего Питбуля, но пуля отрикошетила от его черепа и вошла в область шеи, не задев жизненно важных органов. После оказанной медицинской помощи, Кила гулял на улице уже спустя три дня. Когда у Джоан Альцман случился сердечный приступ, она как подкошенная упала на пол. Увидев эту картину, Лулу, пузатая свинья ее дочери, выбежала на улицу, после чего отправилась прямо на проезжую часть, пытаясь освободить движение. Среди негодующих водителей и зевак нашелся человек, который последовал в дом за свиньей и обнаружил Джоан на полу. Женщина была немедленно доставлена в больницу. Как видишь, наши домашние животные иногда могут стать незаменимыми. Подумай, быть может самое время завести собаку?